Отказался от статуса вора в законе и был смотрящим по Одессе. Криминальный авторитет Карабас. Жизнь обычного народа и обстановки в целом каждого отдельного региона зависит не только от органов власти, но и от теневого руководителя, так как в его обязанности входит устранение беспредела и создание спокойной обстановки в криминальной среде. В 90-е годы с этой роли в Одессе безупречно исправлялся Виктор Кулевар, он смог стать уважаемой персоной. Как для воров в законе, криминальных авторитетов, предпринимателей, так и для обычных местных жителей. Тяжелое детство будущего криминального авторитета Будущий криминальный одесский преступник появился на свет в 1949 году. Детство его можно назвать благополучным, отец его был военным человеком. Но, все изменилось, когда главы семьи не стало. Матери тяжело удавалось обеспечить всем необходимым двоих детей, поэтому жить они стали бедно. Из-за этого юный Виктор Кулевар часто подвергался насмешкам со стороны сверстников. Чтобы хоть как-то уметь за себя постоять он начал посещать спортивную секцию и упорно там тренировался. На районе он стал известен по прозвищу Карабас. В 16 лет из-за нехватки денег Виктор начал воровать и участвовать в разбойных действиях. Активные тренировки не прошли даром. Юноша практически всегда одерживал победу над противником, за что, уже вскоре сверстники начали его побиваться. Дальнейшая судьба была очевидным минус Карабас за совершение хулиганских действий попал в места лишения свободы. После кратковременного освобождения вновь оказался в местах лишения свободы. Двух судимости ему оказалось достаточно, чтобы начать заниматься криминальной деятельностью с осторожностью, стремясь не нарушить закон. Незаконная деятельность у Виктора Кулевора после двух ходок уже оказалась неплохая репутация в криминальном мире Одессы. Это послужило поводом для того, чтобы на него обратили внимание уважаемые авторитеты и подняли вопрос о присвоении статуса вора в законе. Но, сам Виктор от этого предложения отказался, так как посчитал, что его жизненные принципы немного противоречат существованию по понятиям. Первое, что он сделал после выхода на свободу, начал заниматься вымогательством, находил местных коммерсантов и предлагал им защиту в лице себя и своей компании. Позже Карабас создал вокруг себя преступную группировку, которая уже к середине 90-х годов стала одной из самых влиятельных на территории Одессы. На этом преступный деятель не останавливался. Постоянно он работал над тем, чтобы укрепить связи в криминальном мире, что, несомненно, приносило ему еще большую влиятельность и финансовую выгоду. Интеллигентный авторитет за Кулевером было не считанное количество преступлений, но вина в них доказана не была, так как он не совершал их, а только являлся организатором. Несмотря на такое разбойное прошлое, как бандит, он никогда не выглядел, всегда одевался с утонченным вкусом. В обществе появлялся только в стильном костюме, который превосходно дополняла золотая цепочка и перстень. В обществе он никогда не использовал в своем лексиконе бранных слов, со всеми общался терпеливо и интеллигентно. Несмотря на неплохое финансовое состояние Карабас жил скромно, никогда не позволял себе излишеств, ездил на простой машине и в скромных условиях. Когда он стал смотрящим по Одессе, то к нему неоднократно приходили за помощью. Кулевер не отказывал никому, всегда помогал разрешить конфликтную ситуацию всем, как крупным предпринимателям, так и обычным людям, нуждающимся в помощи. За это его и уважали в городе. Смерть конечно же, у такой крупной фигуры, как Виктор Кулевер не могло не быть конкурентов. Появились лица, которым он мешал полноценно вести криминальную деятельность. Те, для того, чтобы избавиться от неудобного конкурента, решили нанять киллера. 21 апреля 1997 года недоброжелатели решили пригласить Карабаса париться в баню для того, чтобы в дружеской обстановке разрешить серьезный вопрос и разрешить важное дело. Тот, конечно же, не мог отказать им в этом предложении. Но, как только криминальный авторитет вошел во двор и бани к нему подошел киллер и сделал в него 20 восстрелов, последняя пуля попалась в область груди. От полученных ран Виктор Кулевер скончался на месте. Криминальная жизнь Одессы после смерти смотрящего группировка Карабаса после его смерти стала постепенно распадаться. Многие ее участники не смогли продолжать преступную деятельность после смерти своего идейного вдохновителя и наставника. Те, кто остались, решили побороться за власть для того, чтобы завладеть выгодными, коммерческими точками, принадлежавшими Виктору Кулевера. Долгое время к общему решению прийти не удалось, из-за чего развязалась кровавая война. В заключении стоит сказать, что никто за убийство криминального авторитета так и не был наказан. Сотрудникам правоохранительных органов Одессы не удалось установить личность убийцы, так как он бесследно исчез сразу же после совершения контрольного выстрела, также не были выявлены организаторы преступления. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Сотрудникам правоохранительных органов